Дорогие друзья, сегодняшний видеоролик посвящен Вячеславу Тихонову, советскому и российскому актеру, народному артисту СССР, лауреату государственной премии. Вячеслав Тихонов родился 8 февраля 1928 года в Павловском посаде Московской губернии. Отец работал механиком на ткацкой фабрике, мать была воспитателем в детском саду. С началом Великой Отечественной войны в школе, где учился Вячеслав, разместился военный госпиталь. Парень в возрасте 13 лет пошел в ремесленное училище, где учился на токаре, после окончания работал на военном заводе. Вечерами после работы ходил с друзьями в кинотеатр смотреть героические картины. Втайне от родителей мечтал о карьере киноактера, а родители видели в нем инженера или агронома. В 1944 году Вячеслав Тихонов поступил в автомеханический институт, а в 1945 году поступил во ВГИК, который он с отличием окончил в 1950 году. В годы учебы состоялся дебют Тихонова в фильме «Молодая гвардия», где он сыграл роль Володи Осьмухина. Этот фильм дал ему творческий импульс, однако в отличие от большинства актеров, снимавшихся в ролях молодогвардейцев, он почти 10 лет не получал в кино и интересных ролей. В 1957 году Вячеслав Тихонов стал актером киностудии имени Горького. В этом же году на киноэкраны вышел фильм «Дело было в Пинькове», где он сыграл роль тракториста Матвея Морозова. Эта роль принесла актеру зрительское признание. После этой картины в него поверили режиссеры, и за короткий срок ему был предложен ряд значительных, разноплановых ролей в фильмах «Мич Монпанин», «Две жизни», «В мирные дни». В фильме «Жажда» он впервые сыграл советского разведчика, заброшенного в немецкий тыл во время войны. Вслед за фильмом «Дело было в Пинькове» Тихонов исполнил роли в фильмах «Майские звезды» и «На семи ветрах». В 1968 году актер с удивительной достоверностью сыграл учителя Мельникова в фильме «Доживем до понедельника». Скромный, честный, порядочный учитель истории покорил зрительскую аудиторию. Во второй половине 1960-х годов Тихонов сыграл в эпопее «Война и мир», что стало большим шагом к вершинам актерского мастерства. Одной из самых значительных ролей актера стала работа в фильме «Они сражались за родину». Вячеслав Тихонов сыграл простого солдата Николая Стрельцова. В художественном телефильме «Семнадцать мгновений весны» он сыграл самую известную свою роль — разведчика Исаева Штирлица. Актерская удача принесла ему невиданную популярность. Осенью 1974 года Тихонов появился на экране в роли майора НКВД Млынского в картине «Фронт без флангов», позднее он вернулся к этой роли в фильмах «Фронт за линией фронта» и «Фронт в тылу врага». Спустя десять лет он исполнил похожую роль генерал-лейтенанта КГБ в многосерийном телефильме «ТАСС» уполномочен заявить, окончательно укрепив за собой образ образцового советского разведчика. В 1977 году Тихонов снялся в главной роли в гуманистической картине о сострадании человеческой жестокости по отношению к ближним и братьям нашим меньшим, белый бим, черное ухо. Конец 1980-х, начало 1990-х годов оказались непростыми для Вячеслава Тихонова, он снялся во второстепенной, но яркой роли в фильме «Утомленные солнцем», в телесериале «Зал ожидания», в фильме «Берлинский экспресс». Однако настоящего удовлетворения от съемок уже не получал, а кардинальная смена духовных ценностей в обществе вызывала у него сильнейший внутренний дискомфорт. В 1998 году заметным событием стал фильм «Гротеск сочинение ко дню победы», где актер в компании Михаила Ульянова и Олега Ефремова снялся в роли ветерана-фронтовика. В 2005 году снялся в фильме «Глазами волк», последним появлением на экране стала роль Бога в фильме Андерсон «Жизнь без любви». Первая жена Нонна Мордюкова, актриса, народная артистка СССР, прожили в браке 13 лет. Судьба единственного сына Владимира оказалась трагической. В 1968 году Вячеслав Васильевич женился на Тамаре, переводчица с французского, у них родилась дочь Анна, которая, как и отец в будущем стала актрисой. 10 июня 2005 года она подарила своему отцу внуков-близнецов Вячеслава и Георгия. 28 ноября 2009 года актер был госпитализирован в реанимацию Центральной клинической больницы с повторным инфарктом миокарда. Вячеслав Тихонов скончался 4 декабря 2009 года на 82-м году жизни. Вячеслав Васильевич Тихонов лауреат Ленинской премии за исполнение роли Ивана Ивановича Иванова фильм «Белый бим, черное ухо». Лауреат государственной премии за участие в фильме «Доживем до понедельника». Лауреат государственной премии РСФСР за участие в телесериале «17 мгновений весны». Награжден Орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Премии на втором международном кинофестивале славянских и православных народов «Золотой Витязь» за выдающийся вклад в славянский кинематограф. Дорогие друзья, благодарю всех вас за внимание к моим видеороликам. Всем удачи, здоровья и благополучия.